Но главы районных администраций Винницкой области Украины получили разнарядку перевести минимум по три прихода в каждом районе из канонической Украинской Православной Церкви в новую церковную структуру. За отказ примкнуть к раскольникам православным священникам угрожают расправой. Репортаж Дениса Алексеева. Когда митрополит Винницкой епархии Симеон примкнул к так называемой новой церкви, а Винницкий кафедральный и Свято-Преображенский собор под жестким давлением властей был переведен к новой религиозной структуре, треск раскола прокатился и по всему региону. Того, что из Киева поступила разнарядка, не дожидаясь Томаса об автокефалии, начать перевод храма в канонической Украинской Православной Церкви в ведение пока еще самопровозглашенной Православной Церкви Украины никто и не скрывает. К началу 2019-го минимум по три прихода в каждом районе должны отойти ПЦУ. Такой установкой киевских властей поделился пресс-секретарь Винницкой епархии УПЦ Владимир Пучков. Там же, в Винницкой области, десятки прихожан будто подменили. Настоятель храма святого апостола и евангелиста Ивана Богослова Олег Мельник, вот он на скамье перед входом, такого от своей паствы явно не ожидал. Сперва подумал на службу, но толпа даже в храм не поместилась в молитв. Не читали, разговаривали, все больше на повышенных тонах. Пришли в храм, письмо о службе. Пришли в храм, вручили петицию, попросили выйти из УПЦ и перейти в ПЦУ. Я отказался. Они начали обвинять меня в том, что я не разделяю их мнение и не подхожу им. Начались угрозы. Кто-то стал защищать. К счастью, не дошло до драки. В руках у протеерея толстая стопка бумаг. Та самая петиция от всех присутствующих за передачу храма новой, так называемой православной церкви Украины. Тех, кто возражает, выставляют за дверь. Сначала Олегу Мельнику предлагали хорошо подумать и сделать правильный выбор. Вы просто переходите в украинскую церковь. Если что не так, придет другой батюшка. И все. Чтобы не было пропаганды. Не понравится, уйдете в российскую. И это далеко не единичный случай. Радикалы на Украине уже вовсю устраивают провокации и захватывают храмы для дальнейшей их передачи в придуманную Петром Порошенко новую церковь. По крайней мере, об этом уже не раз говорили представители канонической украинской православной церкви. Томас об автокефалии Украина надеется получить 6 января. И гонения несогласных набирают силу. А тем временем Порошенко уже запланировал совместный с будущим главой ПЦУ эпифанием предвыборный Томас Тур по 17 областям. На повестке беспрекословный переход украинских прихожан в новую церковь. Денис Алексеев, Вести.